Всем привет! Снова с вами канал Чиполенька, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет такое интересное видео. Я вам расскажу про ЧС в Японии, как здесь все происходит, как обстоят дела. И заодно мы сегодня зайдем в комнату, где стоят большие стиральные машины. Постираем небольшой у нас такой ковер под студией. Мы его постираем, посмотрим, как устроены коин лаунджи. Стиральные машины, где за копейки стираешь. Ну и подробно расскажу вам про ЧС в Японии. Пойдемте! Да, кстати, даже в таком помещении двери открываются сенсорные, ничего трогать не надо. В нынешнее время это очень актуально. Вот такое вот помещение. Здесь у нас вот стиральные машины. 14 килограмм, 10 минут, кстати, постирать стоит 100 ев. Здесь машина побольше. И вот такие красные – это машины, где есть сушка. Суши до 16 килограмм. Стоит такое удовольствие почти 1000 йен. В принципе, недорого, если у вас что-то большое и объемное. Есть вот такой аппарат. Здесь можно сразу постирать кроссовки. Так как стирается все очень долго, минут 30, и нужно ждать. Или можно уйти прогуляться. Но если вы ждете, можете засунуть кроссовки и за 100 йен постирать кроссовки никеда. Так, ну и здесь такая вот стиралка тоже для кроссовок. Видите, вот такое устроено, да, здесь мусорка, стулья, где можно сидеть. Вот наш ковер со студии. Сегодня я его привез, нужно постирать его. И завтра с утра снова в студии будут клиенты. Поэтому нужно будет завтра утром отвезти. Кушать здесь нельзя, с собаками приходить нельзя. Это такие холодильники. Можно заказывать определенные продукты, еду. Кукпад называется сайт. И вам привезут, положат в холодильник. Вы приходите специальным бар-кодом, открываете холодильник и забираете отсюда продукты. Очень удобно. Ладно, будем стирать, а потом я вам расскажу про чьес. О, она со мной здоровается. Что нам нужно? Сейф, окей. А все в разницу. Здесь несколько вариантов. Можно за 100 йен до 16 кг просто посушить. Просто постирать до 27 кг. Это займет где-то 24 минуты. Стоит 1000 йен. Постирать до 7 кг сушкой, но еще с специальным средством, чтобы убить всякие бактерии и микробы. Стоит 1000 йен, но здесь до 7 кг. То есть цена одинакова, здесь 27 кг. Ну, если вы хотите постирать, посушить и убить всех микробов, ледных бактерий, и до 16 кг максимум загрузка, то будет стоить 1200. Я думаю, что ковер, наверное, тяжелый, поэтому заплатим 1000 йен. Принимает единство только монеты, которые нужно 1000 йен разменять. Пишем любой. Вот так вот выглядит 1000 йен монетами по 100 йен. 100 йен это почти 1 доллар. Вот, четко сказала, если в процессе закинуть еще монет, то можно растянуть время сушки. Ну, я думаю, что стандартной сушки нам будет достаточно. Буквально пару дней назад, или вчера-вчера, в Японии объявили ЧАЭС. Может показаться, что я вот ночью выбежал тайно, чтобы постирать одеяло, так как днем передвигаться нельзя. На самом деле, чем отличается ЧАЭС в Японии от того, что происходит в других странах? В Японии этой ситуации просто придали такой официальный статус. После объявления ЧАЭС были закрыты не только школы, но теперь и сады. Также уже каждый город, в котором объявлен ЧАЭС, может просить крупный бизнес, развлекательные центры, кинотеатры, торговые центры закрыться и не работать. Опять же, уточню, что именно попросить, потому что штрафовать, наказывать никого в Японии по закону не могут. Но у японцев есть такой инструмент. Если вдруг какой-нибудь торговый развлекательный центр не закроется, вместо штрафа правительство этого города или префектуры может повесить имя, название этого торгового центра на такую доску позора и объявить, чтобы население знало, что вот это торговое центре, заведение, не прислушалось к рекомендациям правительства и продолжает работать. Такая доска позора. Это максимум, чем может припугнуть правительство Японии бизнес. Что касается обычных жителей, то также правительство Японии порекомендовало не выходить лишний раз из дома. Можно спокойно ходить на работу, по делам, если у вас срочно. Никаких таких пропусков, ничего нет. Опять же, если вы все же решите прогуляться с собакой, с детьми или сходить просто куда-нибудь, не знаю, в Икею, в магазин посмотреть мебель, то никаких штрафов нет. По закону правительство Японии не может ограничить их передвижение людей даже во время ЧАЭС, потому что это нарушает закон о свободном праве перемещения по стране. Можно, конечно, удивиться, почему в Японии нет таких жестких ограничений, как в Европе или в Америке. Японцы на это отвечают очень просто. По телевидению буквально сегодня слышал, что в отличие от европейцев, американцев, японцев достаточно попросить не делать этого, и они послушаются. А в Европе нужно обязательно наказывать, штрафовать, чтобы люди сидели дома и лишний раз не выходили. И если прогуляться по центру Токио, то можно, конечно, увидеть, что народу практически нету. Крупные туристические места, тот же самый перекресток Большой Нашибой, который очень популярен, где стоит памятник собаке Хачку. Там народу тоже нету, город практически пустой, но компании, крупные бизнесы работают. Единственное, закрылись, да, развлекательные учреждения, торговые центры крупные, кинотеатры. А так, магазины продолжают работать, компании работают, люди ходят на работу, получают зарплату и стараются дальше жить, несмотря на сложившуюся ситуацию. Несмотря на то, что правительство Японии дало возможность людям продолжать работать, зарабатывать деньги, несмотря на это, правительство Японии все-таки думает о поддержке населения. И уже есть несколько вариантов. Один из них – это помощь семьям, у которых есть дети, и которые получают пособие. Если у семьи определенный доход ниже определенного уровня, то на каждого ребенка там получаешь от 50 до 150 долларов в месяц. Так вот, этим семьям дополнительно в апреле еще планируют начислить по 10 тысячи или почти по 100 долларов экстра. Дополнительно семьям, которые пострадали, чьи доходы упали из-за сложившейся ситуации, в мире, им планируется выплатить по 3 тысячи долларов. Это вроде единоразовый платеж. Ну и есть много дополнительных. Это снижение налогов, помощь бизнесу, выдача кредитов без процентов на 3-4 года. Рассматриваются варианты, что еще люди, которые все же возьмут выходные на работе, для безопасности перестанут ходить на работу и будут отсиживаться дома, то правительство Японии им компенсирует зарплату, которую они не получили из-за того, что просидели дома. Болели ли они или были просто здоровы и решили прислушиваться к мнению государства и просто отсидеться дома. Более детально, пока детали этого еще неизвестны, буквально, думаю, на этой, на следующей неделе появятся детали, куда нужно будет обращаться за помощью, где получать деньги, кто их получит. Единственное, кто не получит какую-либо финансовую помощь, это политики и госслужащие, потому что, независимо от ситуации данной, у них есть работа и они получают стабильную зарплату. Пока там коврик стирается, осталось еще 30 минут, будет долго, я решил все-таки помыть свои зеленые кедры. Так, надо положить кедры. Кедры положили. Ну, там желтенькая щетка. 200 йен, почти 2 доллара за чистые кедры. Водичка набирается. Немного прочитался по времени. Там стирка заканчивается через 29 минут. Кедры мои будут стираться 19 минут. Ну, и сушить мне их нужно будет написано 20 минут. Так что придется ждать еще потом кедры. Главное, чтобы они высохли. Закрывается, кидается 100 йен и 20 минут будут сохнуть мои кедры. Надеюсь, что усы. Ну, вот, как я и думал, кедры мои за 20 минут не высохли. Да, узлы, кстати, я еле развязал. Кроссовки мокрые. Такие кедры сушить, наверное, надо минут 40. Невыгодно, лучше дома. Единственное успокаивает то, что на улице дождь. И все равно, пока я дойду до дому, кедры все равно промокли. Но они останутся чистыми, потому что это Япония. Ну, все. С вами будет в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok